Екатерина Романовна, не первый раз мы с вами встречаемся. Рады вас видеть в нашей студии. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, подробнее, какие конкретно вопросы находятся в вашем ведении в прокуратуре. Я курирую вопросы представительства прокуратуры в уголовных судах, вопросы соблюдения качества при досудебной стадии производства, то есть это вопросы следствия дознания оперативно-розыскной деятельности, а также защиту прав несовершеннолетних. И давайте вот с несовершеннолетних и начнем. Одни из самых незащищенных в обществе – это как раз дети и, в частности, дети-сироты. В последнее время, мне кажется, и в СМИ часто мелькают темы о том, как нарушили их права. Вот расскажите, пожалуйста, об основных нарушениях, которые связаны с детьми-сиротами именно. В Рязанской области в настоящий момент проживают около 3000 детей-сирот, ну это примерно 2800. И, безусловно, вопрос соблюдения их прав находится в зоне нашего пристального внимания. Наиболее актуальный вопрос и для самих детей-сирот, и для государства – это обеспечение детей-сирот жильем впоследствии по достижении 18-летнего возраста. Хочу отметить, что вот именно этому вопросу нами уделяется особо пристальное внимание. В настоящий момент в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений в списках состоят более 800 детей. Но мы говорим о детях-сиротах с момента возникновения у них права на обстановку в данной перечне нуждающих, то это с 14 лет. В порядке правового просвещения сразу хочу сказать, что любой ребенок-сирота, достигший 14 лет, если у него нет собственного жилого помещения, то есть либо в собственности, либо он не вписан в качестве члена-анимателя по договору социального найма, либо есть жилое помещение, но оно по каким-то причинам непригодное для его проживания. Его опекуны, то есть законные представители, это либо опекуны, либо администрацию учреждения, в котором он пребывает, могут обратиться в органы местного самоуправления с соответствующим заявлением о постановке данного ребенка на учет в качестве нуждающих жилых помещений. И в случае, если органы местного управления примет решение об отказе, такие факты бывают, может обратиться законный представитель в прокуратуру для того, чтобы мы дали оценку законности принятого решения. И у нас есть практика, когда мы восстанавливали права детей-сирот. В настоящий момент, вот в этом году, право на получение квартир возникло у 435 детей-сирот. Мы говорим о тех детях, которые уже достигли 18-летнего возраста. Но вместе с тем, не всеми сразу реализовано данное право. Кто-то уезжает учиться, кто-то переезжает в другой субъект. И на данный момент по фактической потребности 218 детей-сирот. В настоящий момент закуплено 187 жилых помещений. В бюджете области предусмотрено денежное средство на обеспечение права каждого ребенка на получение квартиры. Это больше 430 миллионов рублей. Хочу сразу отметить, что мы принимали как прокуратуру активное участие в реформировании бюджета. И в результате рассмотрения наших мер реагирования, вот эта первоначально заложенная сумма, она была увеличена до той суммы, которая обозначена, на 18 квартир. То есть по нашим мерам реагирования дополнительно обеспечена покупка 18 квартир для сирот. Можем ли мы как-то сравнить с предыдущими годами, допустим, это было меньше квартир, заложено для покупки в областном бюджете или так же? У нас количество детей-сирот, у которых вот в текущем году возникает право, оно всегда разнится. Но и в этом году, и в предыдущем году у нас потребности каждого ребенка были обеспечены. Безусловно, были моменты, когда какие-то сложности возникали. Ко мне на личный прием приходили законные представители детей-сирот, которым не предоставлялось жилое помещение. Мы каждый такой случай подробно разбирали и по всем детям квартиры сейчас предоставлены. И такой вопрос тоже в СМИ частенько мелькает. И даже я когда-то на заре своей журналистской деятельности снимала сюжетик о том, что жилье иногда предоставляют такое, которым, скажем, больше вопросов к этому жилью, некачественные и так далее. С такими вопросами сталкивались ли вы в нашем регионе? Да, безусловно, сталкивались. Более того, мы прекрасно понимаем, что есть обязанность у органов опеки и у полномоченных органов вообще следить за состоянием жиловых помещений. Но, к сожалению, не всегда. Исполняется надлежащим образом, да, приводит к определенным дефектам, которые возникают в процессе неэксплуатации данных жилых помещений. Но я хочу сказать следующее. Надо помнить, что у каждого ребенка, который получает жилое помещение, есть право на компенсацию затрат на ремонт. То есть, если необходимо провести ремонт жилого помещения, денежными средствами будет обеспечено. Плюс ко всему, опять-таки, повторюсь, есть органы прокуратуры. Если действительно в жилое помещение, в котором есть какие-то нюансы, можем прийти в прокуратуру. Мерами прокурорского реагирования мы еще можем и понудить, ну, при определенных обстоятельствах, произвести ремонт данного жилого помещения. Главное, чтобы те заявители, дети, сироты об этом знали. А как проводится правовое просвещение, в частности, для детей-сирот? Или это не к вам вопрос больше? Да вы знаете, в принципе, у нас обеспечен охват учреждения, охват работы проводится с законными представителями детей-сирот. В тестах, кстати, взаимодействия с уполномоченным по правам ребенка в Рязанской области, Евдокимовым, Анжеликой Владимировной, думаю, все ее прекрасно знают. И у нас сотрудники прокуратуры сами встречаются с детьми-сиротами, с опекунами, разъясняют их права, которые у них есть. Опять-таки говорят о том, что можно в прокуратуру обращать соответствующие заявления. Ну и, конечно, благодаря средствам массовой информации вы, я знаю, освещаете нашу деятельность достаточно активно. Я надеюсь, что у нас в Рязанской области знают, что есть прокуратура, мы можем пройти с проблемой и найти решение. Допустим, законный представитель ребенка не обращается в прокуратуру, но какие-то посторонние лица, третьи лица, заметили нарушение. Может ли третье лицо обратиться в прокуратуру с целью того, чтобы проверили исполнение прав ребенка? Безусловно. Я хочу сказать, что из законной представительности там опекун не обращается, допустим, в администрацию для того, чтобы поставить ребенка в очередь детей, нуждающихся в получении квартир. Обязаны такие факты выявлять органы опеки. Второе широкое поле вашей деятельности – это суды присяжных. Вообще, что такое суд присяжных, знают все. Споров об этом, скажем так, явления много. Кто-то считает, что это слишком субъективно, кто-то считает, что это объективно. Прокуратура чем занимается здесь, в этом поле? Ну, вы вообще очень актуальный вопрос подняли, потому что у нас в этом году, если корректно выясняю, отмечаю 30 лет с момента суда присяжных Рязанской области. И более того, я хочу сказать, что когда реформа судеб начала в 90-х годах, в 93-й год это был, Рязанская область была в числе первых пяти субъектов, потом еще три присоединились, в которых заработали суды присяжные. Это, конечно, говорит о том, что высокое доверие нам было оказано нашему судейскому сообществу, высокая оценка профессионализма наших судей. Потому что тот опыт, который был наработан в первые годы функционирования суда присяжных, он впоследствии и нашел отражение в всех правовых документах, которые регламентируют действия данной формы отправления правосудия сейчас. Прокуратура в судах присяжных, в принципе, выполняет функцию, как и в обычных процессах, это поддержание государственного обвинения. Но, совершенно верно, вы отметили, что действительно споры возникают по поводу функционирования судов присяжных. Но для нас споров никаких не может быть, потому что Конституции Российской Федерации предусмотрено право нашего народа участвовать в правлении правосудия. Есть правовые нормы, то есть мы сейчас работаем в той правовой системе, которая есть. Суды присяжных, они предъявляют серьезные требования квалификации наших государственных обвинителей, потому что суд присяжных – это не юристы профессиональные. И, безусловно, основная задача государственного обвинителя – донести в свободной форме, в доступной форме для понимания, те обстоятельства, на которые мы ссылаемся, чтобы изобличить лицо виновного в совершении преступления. Но, вот, в части проблем, сразу могу отразить, которые сейчас наиболее основная проблема присяжных, это даже не связано с тем, что люди непосредственно юристы, это связано с проблемой формирования коллегий присяжных заседателей. У нас у каждого гражданина есть обязанность принимать участие в отправлении данной формы правосудия. Режим, который, конечно, подходит по критериям, который, соответствующий законе, определен. Сформированы определенные списки присяжных заседателей. Но, с чем мы сталкиваемся на практике? Поступает дело уголовное в суд, обвиняемый, подсудимый заявляет о проведении рассмотрения дела именно судом присяжных заседателей. И, когда суд направляет повестки лицам, которые уже перечислены в этих списках, присяжных заседателей, по 500, по 800 повесток, приходят там 3-5 человек. Что делать, почему остальные не пришли, непонятно. При этом в районных судах коллегия присяжных состоит из 6 основных присяжных и 2 запасных. В областном суде это 8 человек основных и 2 запасных. И получается так, что, например, у нас сейчас по 3 делам не сформированы коллеги, в том числе и длительные сроки. Вот именно из-за, откровенно говоря, низкой активности наших граждан. Кому чаще всего рассылаются вот такие письма пригласительные? Кто может стать присяжным? Требования к присяжным они федеральным законам предусмотрены, но вот есть из основных требований. Это, конечно, возраст. Не моложе 25 лет может человек присяжным быть, потому что все-таки какой-то жизненный опыт требуется, сами понимаете, чтобы отправлять правосудие. И, безусловно, человек дееспособный, соответственно, не находящийся, словно говоря, под следствием дознания. Не может быть в основном правоохранительных органов присяжных. Там достаточно такие серьезные требования предъявляются. И списки присяжных, они формируются, исходя из этих требований. Расскажите, пожалуйста, подробнее о формировании коллегии присяжных. Как она происходит? Ну, формирование коллегии – это вообще начальный этап нашего судебного процесса. Как я уже говорила, направляет количество повесток. И все-таки люди приходят. Вот, например, пришло к нам с вами пять человек. Соответственно, суд должен установить, имеются ли обстоятельства, которые препятствуют участию присяжного, точнее, участию кандидатов присяжных в отправлении правосудия. Уточняется, не работал ли он правоохранительных органов, знаком ли он с подсудимым, либо с кем-то из участников процессов. То есть необходимо установить те обстоятельства, которые могут повлиять на объективность высказывания им суждения. И пользуясь случаем, в такой формат широкий, я думаю, охват в аудитории будет, я хочу обратиться к нашим населению, к нашим землякам. Если пришла повестка для участия в формировании коллегий, найдите, пожалуйста, возможность уведомить в суд, почему вы не можете явиться, чтобы суд уже, как говорится, на вас не рассчитывал. То есть, если, например, у вас какие-то личные обстоятельства, там, состояние здоровья, тоже это можно в суд сообщить. Либо прийти прямо непосредственно на стадии формирования, отвод себе заявить. Ну, если простым языком говорить, да. Скажут, что по состоянию здоровья я не могу. Плюс ко всему, в законе предусмотрены обстоятельства, которые не являются препятствием для именно участия в качестве присяжных, но, тем не менее, могут послужить основанием, что суд, вот прямо напрямую написано, например, человек старше 60 лет может прийти в суд и сказать, я не желаю участвовать в отправлении правосудия. То есть, такие вопросы есть. Прокуратура проводит правосудительную тоже работу с населением. Мы памятку разработали в этом году, то есть она в муниципалитете, на сайте была размещена, что такое суд присяжных, какие обязанности, права у присяжных заседателей. Но вместе с тем я хочу сказать, что все-таки гражданский долг надо исполнять. Мы сами с вами прекрасно понимаем, что в присяжные рассматривается достаточно малая категория дел, узкий сегмент дел, и не каждое дело у нас подсудимые, обвиняемые, точнее, заявляют о рассмотрении судом присяжных. Это в основном дела, которые совершены в условиях неочевидности. То есть, необходимо действительно серьезно разобраться. Серьезная работа правоохранительных органов. Сначала оперативные подведения подключаются для того, чтобы установить лицо, которое совершило преступление, то есть раскрыть преступление. Затем следствие работает, чтобы собрать доказательную базу, чтобы дело могло быть направлено в суд. Прокуратура надзирает на момент начала этих оперативных действий, направление дела в суд, потом государственный обвинитель. Приходит уголовное дело судье, судья изучает уголовное дело. Собирает процесс, то есть у нас привозят подсудимого, адвокат приходит, приходит прокурор. И когда не приходит присяжный, или приходит мало присяжных, либо действительно коллеги не собираются, но, к сожалению, определенные проблемы возникают. Хочу сказать, что вот, например, в этом году тоже о важности присяжных сложное достаточно дело рассматривалось. Если очень кратко и по обстоятельствам сказать, у нас преступник, он, вините на вердикт, был присяжных, преступник, определенную сумму денег, около 700 тысяч взял у своего знакомого, а в итоге, когда тот потребовал отдать, чтобы не отдавать деньги, чтобы скрыть свое преступление, он, соответственно, убил его. Убил, и несмотря на то, что непосредственно совершение преступления через 9 месяцев было обнаружено, потому что там в лесу все было найдено тело, следствие сработало, и присяжные нашли время, и разобрались в деле, установили причастность подсудимого к совершению преступления. По практике судебной, сколько, допустим, за год дел рассматривается судом присяжных в нашем регионе? Ну, смотрите, вот сейчас у нас в производстве судов находятся 14 уголовных дел с участием присяжных заседателей. Это достаточно маленький сегмент дел, и более того, я хочу сказать, что по закону о присяжных, кандидат в присяжных заседателей, он может привлекаться к отправлению правосудия не чаще одного раза в год. То есть один раз в год человек сходил в суд, выполнил свой гражданский долг, обеспечил установление истины по уголовному делу, обеспечил внесение справедливого вердикта. Если он обвинительный вердикт, то получается, что наш человек, который склонен к совершению преступления, направится, соответственно, как суд, если постановит, в колонию, в тюрьму, отбывать наказание и справляться. Вывод из нашей беседы, можно сказать, такой напрашивается, что каждому в обществе необходимо быть ответственным социально и непременно обращаться в прокуратуру, если видят нарушения. Безусловно, хочу сказать, что у нас в прокуратуре каждый рабочий день организован прием граждан. И более того, раз в неделю график, вывешивший у нас на сайте, у нас в прокуратуре размещен, принимает непосредственно руководство прокуратуры области. Это прокурор области и его заместители. Я принимаю в понедельник, так что приходите, обращайтесь. Спасибо, Екатерина Романовна, и до новых встреч.